Виталий Кличко довольно противоречивая личность. Можно бесконечно восторгаться им как легендарным боксером и ставить в один ряд с такими идолами этого спорта как Майк Тайсон или Мухаммед Али. Но впрочем, такого точно нельзя сказать о его политической карьере, благодаря которой он тоже обрел немалую популярность из-за своих врожденных качеств быстро найти выход из любой сложной ситуации и вовремя вставить подходящее слово в ответ своему оппоненту. И сейчас мы вместе с вами насладимся пятью самыми смешными моментами из политической рутины мэра Киева Виталия Кличко. В эфире украинского телеканала Интерспортивный политик произнес фразу, мгновенно ставшую его визиткой в интернете. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Данная фраза сразу стала бестселлером и моментально разлетелась по закоулкам интернета в мемах и демотиваторах. Формула Кличко. И что это за формула? Смотреть. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. И даже известный ютуб-канал Enjoykin снял на нее целый клип, который помог выгодно закрепиться боксеру на просторах интернет-славы. Сегодня, не все могут завтрашний день смотреть. Вернее, смотреть могут так все, победим не все. All black everything. Black cards. Black cards. All black everything. 24 сентября 2012 года председатель политической партии «Удар» Виталий Кличко вошел в зал ресторана «Опера» в гостинице «Донбасс-Палас» слегка не там, где его ожидали увидеть журналисты. Что, конечно же, вызвало неудобные вопросы в его сторону. Ну просто мы же тут живем, работаем все время, видим, как обычно происходит. Я не работаю, я захожу там, где готов заходить. В соседнем зале сейчас у нас проходит следующая встреча с общественными организациями. Я готов через любой выход выйти. В то время, как центральный вход был блокирован, Кличко со своей помощницей вошел туда через черный вход, который обычно во время публичных мероприятий не используется. И тут же выяснилось, что у политика есть удивительная способность всегда входить через двери. И не нужно говорить, что Кличко кого-то боится, или через какие используют какие-то черные выходы или входы. Я вхожу всегда через двери. А ведь, черт возьми, действительно, не только лишь все тут могут пройти. Мало кто может это делать. Я вхожу всегда через двери. Дальше могут быть дальнейшие двери. Я захожу там, где готов заходить. Как и полагается заботливому мэру Виталий, Кличко чрезвычайно печется о благоустройстве своего города и пристально контролирует процесс подготовки мегаполиса к зимним холодам. И все бы хорошо, но блин, он и тут умудрился перепутать слова. И просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле, к земле, к земле, к земле. Возможно, что этому не придали бы значения, но уж очень навязчивый и скрытый смысл есть в этих словах, если к тому же учитывать тяжелую обстановку с энергоресурсами в Украине на тот момент. Если ты солдат и впереди тебя ждет тяжелая боевая задача, то вопрос поддержания боевого духа имеет значение, которое очень сложно переоценить. Но когда среди командования возникает такой человек, как Виталий, то бояться не стоит. Социальные стандарты, вот это бронежилет, когда каждый знает, не дай бог, что произойдет с ним. Его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать, и государство будет заботиться о ней. Действительно, что может быть большей мотивации для солдата, чем обещание позаботиться об его семье? Ведь мало кто сможет вот так поддержать словом на великие дела. Но киевский мэр способен не только вычитать людей в своем уме, очень успешно у него также получается вычислять квадратный корень из своих заместителей, которые к тому же уже месяц пролежали в его кабинете. У меня есть два заступника, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров. А в очередном политическом шоу боксер сумел довольно-таки точно рассчитать расстояние, но не в милях, не в километрах и даже не в футах. В Одесской области город 50 километров, недалеко. 50 километров. Знаете, не в километрах из расстояния измеряется. Два часа. С каждым новым роликом я все больше убеждаюсь в том, что если ты политик, то всегда нужно сохранять серьезное и умное выражение лица, даже если ты несешь полнейшую ахинею. В интервью, которое показал уже знакомый нам украинский телеканал Интер, Виталий Кличко произнес фразу, которая вызвала большой резонанс в сети и стала активно обсуждаться с сотнями блогеров. Оказалось, что у украинского политика-боксера открылся дар медиума и он вполне себе спокойно может общаться с душами погибших. Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос. После всего этого меня волнует только один вопрос. Что все они хотели у него узнать? Пишите свои догадки в комментарии. Смешные ситуации, в которые попадал Виталий Кличко, связаны не только лишь с его высказываниями на камеру. Так, например, в октябре 2014-го, во время молитвы за мир в Украине в Михайловском соборе, Кличко решил поцеловать икону. Но когда мэр решил приложиться к иконе Божьей Матери, в соборе раздался глухой звук. Я не привношу в этот ролик ни грамма политики и субъективизма, но увидев эти кадры, мне вспомнилась одна народная мудрость. Если вы боксер, то наверняка вы знаете, что не следует распускать по лишнему поводу свои кулаки. Потому как, к примеру, в Америке они считаются холодным оружием, и за их применение без надобности можно попасть за решетку. Но зачем тебе кулаки, если ты с легкостью можешь решить все вопросы, когда в арсенале есть еще неисчерпаемый словарный запас? Так произошло и во время этого митинга. Друзья, подчеркивая заключительную черту под этим роликом, я опять же не буду говорить лишних слов, чтобы сказать вам мораль этого видео, потому что за меня это опять-таки сделал Виталий, который забегу наперед сказал «Всегда общайтесь на понятном друг другу языке». Ну а чтобы вы тоже смогли посмотреть в завтрашний день, я напоминаю вам об Академии Покера, где вас смогут научить многим интересным фишкам и секретам этой увлекательной игры. Также, если вы перейдете по ссылке в описании под этим роликом, то вам подарят 3 бесплатные занятия. Переходи, учись и подписывайся на их канал на ютубе. Спасибо за просмотр! Не забывайте поставить свои боксерские большие пальцы под этим видео, и тогда вы точно сможете входить только через двери. До скорого, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok